обман короче сегодня мы с лианой договорились что если нам сегодня сделают прям какую-то хрень то мы в обязательном порядке скажем что типа и серия это полная хрень пожалуйста переделывайте и пожалуйста стирайте и потому что реально на самом деле задолбала уже ходить салоны когда тебе делать кусок какого-то говна это за этот кусок говна платишь какие-то нормальные деньги по-царски поэтому узнаете все с этого дня в этой рубрике больше не будет милых проверок салона где серия ой вы нам сделали дерьмо обещали сделать его за косаря сделать за 40 тысяч мы заплатим нет все здравствуйте я тоже решила что если сделают плохо то буду смывать макияж да я тоже скажу типа из серии я не хочу типа ходить по ним макияжем не нравится давайте вы смываете но если будет нормально буду хвалить чего идем да погнали пойдем извините пожалуйста а мы на макияж и так с кем кому обратиться а то раз мы зашли стоим нас посадили в разные места меня посадили к педикюрном столе кулиану посадили на место где обычно делают брови даже не знаю что сказать прикол в том что место ли она не было оборудовано под макияж и у нее были проблемы со стулом я низко сижу здрасте а сон поднимается выше или это максимум поднимается все это зонка коза меня положили буквально положили пока я пыталась разобраться со стулом к лисе подошла моя визажистка и стала что-то громко обсуждать с ней я это услышала потому что лиса говорила достаточно громко и вообще подошла узнать что произошло и на самом деле это было довольно странно что мой макияж обсуждали не со мной с лисой и со вторым визажистом сделать плюс-минус такое может быть конца стрелку сделаете просто если реально не умеете то лучше мне говорили что у нее не 3d поэтому а я просто даже не знаю что такое 3d не 3d но это же не это просто сложный очень сценический макияж а окей мне кажется что сценический макияж вот это серьезно сценический сложный но это я согласна это сложно а вот этот у вас получится сделать тут по сути получается верно сиреневая снизу розовая стрелочка дуба стрелку еще в уголке глаза а вот этот я удивлена что все они не могут сделать можете сделать окей но я и говорю давайте все тогда идите делайте вот этот вот а я буду заделал тот и посмотрим чё как любом случае на примерку пришли поэтому в абсолютном расторге тот я ну что ж посмотрим я расстроена потому что макияж который мы выбрали он буквально элементарный и вас можно сделать но буквально любой человек я смогу его сделать хотя и не умею красить но если мне испортить это конки я что я не знаю что тогда да ну ничего яркого я просто рисовала подводки стрелки синий или голубой не помню часом ранее я специально не стала смывать макияж потому что мне интересно на это вообще отреагирует визажист гель ему будет что я пришла с плохо тертым макияжем или ей тем временем у меня давайте без митилярки потому что когда митиляркой покрываешь лицо потом все равно эти проплешины остается так что у меня ничего нет на лице кроме спф можем прям сразу обозначать вообще не люблю когда митилярка используйте макияжем ну да почему наносит у нас город как средство для смывания макияжа просто лицо протереть а здоровье шел мы не планировали это вообще хаотичный абсолютно историю еще и услышал ты что-то придумала я такая так надо подхватывать я просто сажусь я еще даже не успела поздороваться и меня спрошу так а чего когда у вас выпускной будет я такая чё какой вкусно я подумала что ты эту историю придумал она записывала нас поэтому я стала поддерживать она сама я не знаю с чего вообще прикол чтобы понять какой макияж пока на самом деле не знаю возможно я просто какой-нибудь вечерний одену и знаете типа черный обычный на ворот чтобы на контрасте ярком макияж блока нить обычная черная промокласть как например тут с бровей до начинаем потому что когда сразу то он делает и красит полога подходит все лицо ну да звучит разумно очень красивые брови у меня спросили хочу ли я сделать брови мы же кончик доделаем да прозрачный мне вообще не нравится брови но мастер убедила что потом будет окей может потом сможем сделать их но здесь не звучит поменьше то они очень широкими кажется черными в конце да хорошо должна отметить что это абсолютно первый салон где мне сделали сначала тон и брови и только потом уже приступили к теням от чего я была в особенном восторге ибо всегда абсолютно всегда я прихожу мне сначала наносят тени потом делают брови только потом они делают тон и все рисунок теней как правило идет по одному месту так что пока что я всем довольна розовый получается вниз яркий а наверх фиолетовый и не знаю какой нибудь еще какой-то фиолетовый если честно впечатление от мастера сначала у меня были очень смутные потому что она говорил что ничего не сможет ничего не умеет и не понимала тогда вообще почему она работает визажистом что она вообще сможет нарисовать что он сможет создать кроме как стандартного нюд макияжа но потом мы разговорились она была очень милый такой спокойный вежливый я кто тоже на эти успокоилась хотя вначале я такая была немножко сучка вроде бы красиво темно база какая-то прикольно можете даже сделали начин делать максимально ярко было возможно сделано кстати я забыла сказать вам что прямо рядом со стойкой визажиста педикюр конкретно сейчас здесь лишь никому педикюр не делать это волк рядом с педикюром тоже неприятно а обычно тогда сидите а сейчас просто людей пока нет сегодня утром у меня уже был опыт делать макияж прямо с ногами рядом какой-то взрослой женщины когда на меня летели аж медки и и пяток больше честно не хочу надеюсь никто не придет потому что это вообще полный кринж а не санитария в одном из виде мне делали макияж в метре от педикюрной стойки и все это время там был клиент которому обрабатывали ноги было неприятно потому что вся трухля с ног летела в нас визажистом какой-то момент моя визажистка стала постоянно бегать к визажисту лисы я сначала даже не поняла что она туда ходит потому что там сидела в телефоне снимала а потом до меня дошло что она одалживает тенью лисиного мастер что случилось да конечно без проблем мне наоборот прикольнее рядом там с подругой быть они старого такого же высокого чтобы вам было тоже удобно да вдруг потому что вам совсем неудобно на низком стульчике будет накрасить на раз кисточке не будут падать очень красивые цветы на красивый фиолетовый правда с каким цветом вам сложнее всего работать или по вообще редко приходят яркие макияжные какие-то все хотят обычные детки целом я наверное не понимаю почему всегда у визажистов нет нормальных ярких палеток да возможно это не самый частый запрос на согласитесь когда ты приходишь к визажисту но хочется же чтобы у него было в принципе все вот представляете вы действительно едете на выпускной выходить яркий макияж и приходите и визажисты просто нет палеток и дело не в том что яркие палетки стоят супер дорого это вообще уже далеко не так не понимаю почему почему просто никто не может купить нормальную яркую палетку а зачем ты ходишь в салон за обычным макияжем ты живу сам можешь сделать дома ну эти по стрелку окей я согласна стрелка это сложно хотя слушай я недавно начала экспериментировать и может быть вы не знаю людей которые занимаются макияжем это выглядит не очень но мы тебя вчера были на тусовке с ребятами там была девочка она занимается макияжем и она такая вау а вы что занимаетесь макияжем мы такие нет она такая просто у вас клевый макияж и такая ого добавили немножко разу а выглядит классно согласна с вами думаете блеска будет классно добавить она поярче будет рассмотреться давайте давайте думаете что можно то можно у нас получается розовый желтый а какой у него и оранжевый и желтый тип оранжевый дойдет и на желтый положим блески а это не все что блески как хайлайтер пока это абсолютно не лучшие мои образы но просто вот пожалуйста яркие цвета и вроде никого фотошопа нет это же все еще видео яркие цвета существуют да и все еще не понимаю по какой причине решили что мы пришли делать макияж на выпускной ну бы я правда этого не понимаю но мы решили реально всю эту историю подыгрывать потому что почему бы и нет раз нам придумали какую-то история про выпускной но было на самом деле очень неловко потому что например я вообще ничего не знаю про сегодняшний выпускной есть но в этом году нет вообще если выпускники будет ли это празднество или вообще ничего не будет я вот хз много сейчас уже выпускниц в целом приходит только начинать только начинается на страну уже конец июня я тоже смотрю мне нравится сила выглядит прикольно не правда яркий яркий обык на клей да как посадили сейчас на самом деле мы с глиттерами абсолютно спас ситуацию потому что макияж действительно стал выглядеть ярко сейчас вам на камере это непонятно потому что очень плохой свет в помещении но в целом она реально выглядит ну достаточно достойно смотрим что будет дальше да так поярче единственное я бы знаете что сделала я буду сюда вот желтый бы еще добавила но чтобы получше было видно и если возможно вот эту штучку подрастошевать получше со стрелкой до будем рисовать будем будем пробовать ее делать получится не получится вот будем мне здесь на что нравится все-таки кончиками вот этого брови надо будет сам битинг какой-то или ссор все очень тонкий здесь вот норма здесь что-то не то потом поправим хорошо стулья в салоне не было то есть да их не было ильяна сидела на парикмахерском кресле я сушу на высокие стулья определенно нужны салоне когда красить без это вообще никак потому что то есть у меня это нормально а вот я за спину или не переживаю очень эти блески вообще роскошные что белые тоже красивые но мне кажется фиолетовый будут больше кстати да не нравится это я нравится как стрелка получилось на выглядит так приятно когда мы подведем этому помощи будет здорово красиво на самом деле это стрелка достаточно сложная но мастер выкрутилась тем образом что сначала она нарисовала ее обычным самым карандашом который можно стереть но не в плане канцелярским карандашом для глаз и потом сверху просто все это обвела лайнером правда единственный момент это заняло очень много времени прям очень много времени я уже вообще не могу мне хочется уже закончите свалить пожалуйста отпустите о слушайте а вообще круто я кстати твой стрелок тоже реально хорошо сделано мы еще внутри я вижу даже не доделана даже так уже хорошо выглядел ух ты что это такой прозрачный клей да 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 прикольно а вот интересно вообще мы выглядим на свой возраст просто с одноклассницы которые выглядят прям знаете на 14 наверно у них там бровки светленькие и не просто вот даже если не с макияжем на максимум 15 да 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 а мы мне кажется выглядим ну типа старше ее значительно и вот мне интересно сколько вообще лет выглядим на свой возраст младше старше как вы воспринимаете на свой да прикольно вы как думаете или вот если без макияжа я бы сказала на свой макияж начальник конечно чуть-чуть ну да конечно на самом деле это и прикольно а с макияжем насколько а вот он нравится такой эффект что он как будто бы обрывается как будто бы хочется да что было полукругом тоже заканчивалось так нам тоже давайте осталось а как думаете помаду какую нужно будет сделать то что вам на фотке у нее нету вообще помады думать ярко или наоборот телесная прикольно выглядит никогда не делали еще прикольно мне просто рис мне просто рисует тон и мне прям полочки даже типа в тиктоке рисует прикольно не знаю мне надо делать ярко помаду и все-таки неудобно прикольно что вот я как будто не понимаю мне хочется яркую стариально или нет она типа не съест этим вот такой вот сделаем но пусть она не выглядит стойкой я думаю этой серии я выйду и сразу она сотрется тогда я думаю уж просто наверно карандашом сделать что уж посмотрим как это будет выглядеть конечно с губами это знаете если вас сверх стойка помада наверно сверх стойка знаете все-таки мне не нравится вот это вот как туда мне кажется хуже стал не было и цвета не моё цвет давайте лучше отрём просто потратим каким-нибудь обычным блесном потому что да прям как-то может непривычно не нравится под конец когда лисе уже сделали макияж моя визажистка попросила визажиста лису нарисовать мне стрелки в уголке глаза это немножко странно потому что нарисовать стрелки в уголке глаза но это совсем не сложно и я на самом деле даже наше сказать по этому поводу ну вот так вот было и вот как обычно я закончила раньше чем ли она над ней сейчас работают сразу два мастера один мой или тот которым она пришла и уже пришла девушка которая делает педикюр но уже так менее приятно можно сказать что все хорошо но так только можно сказать потому что по факту когда мы пришли на кассу конечно же произошла опять очередная история с тем что нам написали одну сумму факту посчитали другую но у меня есть очень смутное подозрение что человек который сидел на кассе узнал у меня поэтому пытался замять этот вопрос в то же время когда человек который был менеджер или что-то типа того на этом вы слышите это женщину которая ну так более настойчиво что ли говорит она стала наставить на том что цена у нас другая якобы за ресницы лианы мы должны переплатить полторы тысячи рублей потому что я типа клеили ресницы я скамена клеить потому что у меня уже все вот это началось но я думаю вы сами прекрасно понимаете насколько это забавно в конечном итоге ну вот как все было за полторы тысячи за реснички так у нас еще там предоплата была нет в смысле так что заплатили полторы тысячи за двой до должен быть столько же за мой что-то за мой 3000 а да ну вот получается два макияжа 2 500 и дополнение ну так вот девушка говоришь на что-то увидел ага на реснички окей нужно просто отдельно включить получается 3 8 все да все верно вот и конечный результат и без шуток мне реально очень нравится и меня юлианы лайк знаете что забавно что такие макияжи на камере всегда выглядит хорошо даже посмотрел зеркало у меня все забилось нет нет не надо у тебя в жизни что-то раз лучше что в жизни лучше зеркали миллиард раз не надо да 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 да